А вы когда встречаетесь с победителями, Татьяна Анатольевна, что говорите? Видите Марата и говорите, ой, привет, Марат. Вот я бы сейчас, Марат, честно тебе привет бы не сказала, потому что ты просто дождался. Ну как сказать, ты сидишь, рассуждаешь на передаче, мы все видели здесь передачи, читали, охали, ахали. И я так хочу сказать, тебе слово, Марат, сейчас никто не давал, честно. Потому что или ты извинишься на всю страну и сделаешь это тактично по отношению к женщине, к любой, которую может избить пьяный человек в присутствии своей дочки, или я отсюда ухожу. Потому что тебе вообще, Марат, да, тебе не за столами сидеть, кубки показывать. Тебе вообще в другом месте, совершенно в другом месте. Татьяна Анатольевна, я мужчина, и я за свои слова и за свои поступки, конечно, буду отвечать. Должен. Должен, обязан, конечно. Должен отвечать. Мне очень странно, что вы сейчас, ну, так сказать, завели разговор на эту тему, мы так замечательно говорили о вашей работе. Я не хочу с тобой за одним столом сидеть. Ты что, не понял? И кто с тобой хочет сидеть за одним столом? Татьяна Анатольевна, не надо, пожалуйста. Татьяна Анатольевна, ну, я... Я говорю то, что говорю я, и никого из вас я слушать не буду. Я говорю то, что я чувствую, и так делаю это всегда. Вот и все. Тут он у Андрюши на передаче, была его жена. Вот и все. Хороший или плохой? А теперь я здесь у Андрюши на передаче, Татьяна Анатольевна. Но я не хочу с тобой быть. До свидания, Андрюши. Татьяна Анатольевна, извините, пожалуйста. Татьяна Анатольевна, вы не хотите со мной сидеть? Я еще не закончила. Я хочу извиниться. И не только перед своей женой. Я очень хочу, чтобы вы остались. Прекрасно. Остались здесь. Прекрасно. Я послушаю. Прекрасно. Я послушаю. Если тебе некому сказать, да это, то я тебе сказала. Я послушаю. Андрюш, вы будете стоять или вы присядете? Я присяжу. Мы все стоя будем слушать. Стоя будете слушать? Да, да. Суд идет. Я хочу сказать перед вами, Татьяна Анатольевна, перед всеми гостями, перед всеми зрителями. Я хочу сказать, во-первых, не верьте ни интернету, ни телевидению. Верьте только себе. А своей жене при всей стране я хочу сказать, Катя, я тебя любил, люблю и буду любить. Потому что ты моя жена, я в первый раз женился и буду любить тебя всегда. И я хочу у тебя попросить прощения за все. За все, что люди бывают ссорятся. Назовите мне хотя бы одну семью, кто не ссорился. Ссорятся. Но нельзя этого носить на общий показ. Нельзя этого делать. Мы взрослые люди, мы сами разберемся. Кто кого бил, вы не знаете правды, Татьяна Анатольевна. Вы не знаете. Так вот я хочу сказать, Катя, я как любил тебя. Я знаю, до какого состояния ты можешь выпить. Мне этого вполне достаточно. Причем тут выпить, Татьяна Анатольевна. Позвольте мне закончить. Я хочу обратиться ко всем нам, ко всем людям. Люди, давайте будем любить, продолжать любить. Потому что без любви нет ничего на этом свете. Нужно уметь любить и уметь прощать. Катя, я хочу попросить у тебя прощения за все то, что между нами было. И хочу попросить у тебя прощения за то, что я где-то не оправдал твоих надежд. Прости меня еще раз, пожалуйста. Так может быть, Андрей, может быть, с этого нужно было начать сегодня. У нас тема, наверное, другая. Да. Этого не было в нашем фильме. Я еще раз при вас и у вас прошу прощения за то, что... У нас, ладно, главное, чтобы жена твоя не осталась на всю жизнь инвалидом. Вот это главное. Ну, это самое главное. Мне кажется, что... Для меня это главное. И чтобы мужчины не позволяли себе поднимать руки, в каком бы они состоянии не были, на женщин. А если они в таком состоянии, они должны идти лечиться к врачам. Ну, вы сначала узнайте правду, а потом... Популярный актер и любимец миллионов женщин Марат Башаров снова в центре громкого скандала. Спустя год после развода его третья супруга Елизавета Башарова делает сенсационное заявление. Находясь на третьем месяце беременности, Башарова чудом осталась жива после того, как знаменитый муж пытался ее задушить. Я была на третьем месяце беременности. Он начал меня душить. И мне спасло то, что кровать была из двух кроватей. И я проскочила просто. Можно я чуть-чуть? Попробую. За пять лет брака и год развода Елизавета Башарова не дала ни одного интервью. И ни слова не говорила о своей тяжелой жизни за знаменитым актером. Пожалуйста, не трогай меня, пожалуйста, не трогай. Он взял, схватил мою руку и вот палец он мне сломал. Пока Марат Башаров рассказывал свою правду о бывших женах, Елизавета хранила молчание. Даже после этих страшных фотографий из-за деления травматологии, куда молодая мать была экстренно госпитализирована с множественными переломами носа, избитая женщина не стала ничего комментировать. В этот момент я получаю. У меня кровь. А мне почувствуется очень горячо вот здесь вот. Я только потом поняла. Не было зеркала. По словам Елизаветы Башаровой, все эти годы она была настоящей жертвой домашнего насилия и не выносила ссоры из избы ради общего с Маратом Башаровым сына. Папу, маму бах, маме бобу. Дети не должны это видеть. Не должны в этом вести. Последней каплей стало вот это видео, которое Марат Башаров выложил в интернет. Поклонники актера уверяют, что на этих кадрах Елизавета Башарова первой начинает драку, несмотря на присутствие ребенка. Это ты делаешь с ребенком. Падла. Просто падла. Ты психику одному с ребенком сломал. Мне тоже хочешь своему ломать? А также, будто провоцируя своего бывшего мужа, обвиняет его в пьянстве. А что ты сделал? Ты ударила? Ты ударила? Посмотри, папа набился. Да? Да ты что? Набился. Марсель, папа пьяный? Нет. Ну почему ты в меня не видишь? Я хоть раз тебя уманывала, я их сейчас разобью, чтобы ты больше не пил. Ты взяла бутылки вина? Да. Вот сейчас взяла и бросила в день. Сегодня только в прямом эфире первое интервью, доведенное до отчаяния молодой матери и последней жены актера Марата Башарова. Знаешь, я вот честно сижу и думаю, как это все могло произойти, да? Время летит и, казалось, совсем недавно, да, я был в квартире Екатерины Архаровой, которая плакала и рассказывала мне, как ее избивали, и я до конца не мог поверить, думая, что, может быть, знаешь, она что-то придумывает и сочиняет. И когда сейчас ты сидишь передо мной, я понимаю, что тогда все, что рассказывала Катя и то, что все обсуждают, это, наверное, непростой характер Марата, больше всего, наверное, даже не характер, а его пагубная привычка. Я понимаю, как сложно тебе сегодня начать говорить, и, как я понимаю, вот это видео, которое сейчас все обсуждают, стало последней каплей. Давай посмотрим его и обсудим. ja пойдем марселечка пожалуйста ты ударила папу? я не ударила папу, ты напился, ты напился с ребенком я напился? Марсель, иди ко мне пожалуйста, пожалуйста посмотри, папа напился напился Марсель, папа пьяный? нет ну почему ты мне не веришь? Я хоть раз тебя обманывала ты сейчас папа ударила? что же ты делаешь? Ты психику одному с ребенком сломала? Мне только тоже хочешь своему ломать? не дам иди, пожалуйста, тебе очень хорошо бутылочки, бутылки вина, пожалуйста Я их сейчас разобью, чтобы ты больше не пил. Ты взяла бутылки вина, взяла и прошла в день. Да, пойдем, пойдем, позвать, пойдите. Мам, дай! А ты зайдешь за цветами? Пойдем, зайди за цветами, это ты делаешь съезонку. Падла, просто падла. Спасибо, пожалуйста, цветы принеси. Вот ты падла. Кто я? Падла. Какой я с ребенком? Я с полицией в следующий раз приеду. Свою позицию он выразил тем, что публично поблагодарил президента России за начало нашей спецоперации на Украине. Это жизнь и судьба Марата Башарова. Доброе утро. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Очень приятно. Мы встречались здесь. Как быстро время летит. 2019 год был. Почти четыре года назад. Я сейчас понимаю, что, конечно, мы встречались в другой жизни. У нас все у всех переменилось. У страны, у каждого из нас столько всего. Я читал совсем недавно, что вы перестали работать в театре школы современной пьесы. Причем, ну, как всегда, все, что связано с вашим именем, там было какое-то нагромождение, публикации толков, кривотолков, мифов. В чем правда? Скандала или как все это произошло? В театре так получилось, что в связи с последними событиями пришлось уйти. Вернее, как сказать, меня ушли из театра, из школы современной пьесы. Главный режиссер и основатель этого театра, Иосиф Рахельгаус, отстранил меня от пьес. Из-за чего? Ну, тогда только все начиналось, эти события, которых мы все прекрасно знаем. Февраль прошлого года, да? Февраль прошлого года, совершенно верно. У нас должны были состояться гастроли на Кипр. И буквально накануне уже отъезда я в одной из соцсетей выложил пост, фотографию президента Владимира Владимировича. Ага. Вот, кстати, эта фотография. Я выставил вот эту фотографию. Это фотография, когда мне награждали госпремия Российской Федерации. Я выложил эту фотографию и написал спасибо. Что вы в это спасибо вкладывали в дни начала нашей спецоперации? Спасибо, что приняли это решение. Спасибо, что решились сказать, что мы тоже люди, мы тоже живые, и мы тоже имеем право на жизнь, на мирную жизнь. Вот за это спасибо. Спасибо, что не побоялись. И что стало, Марат, дальше происходить? Почему пришлось из театра уйти после этого поста? Иосиф Рахельгаус попросил убрать этот пост. Сказал, Марат Алиминжанович, уберите, пожалуйста. Я говорю, а почему я должен со своей странички в соцсетях убирать этот пост, в котором я ничего плохого ни про него не говорю. Я не говорю ничего плохого ни про театр, ни про свою страну, ни про президента, ни про кого. Я не уберу этот пост. Не уберу. На что мне был сказан таков ответ? Тогда, видимо, на гастроли на Кипр вы не полетите. Я с удовольствием сказал, пожалуйста, я заберу документы из театра без ссора, без скандала, без ничего. Взял и ушел. И очень много друзей я потерял после начала спецоперации, очень много людей от меня отвернулись. Здесь, в этой студии, тогда мы с тобой так душевно, искренне поговорили. И знаешь, наверное, быть может, для меня это было как какое-то очищение. И после нашей встречи я все выдал, все рассказал, всю правду. Очистился. Попросил прощения. И потом, наверное, и с твоей помощью Бог мне послал вот такое сокровище, как Ася. Надеюсь, что подобных ошибок больше повторять не будем. Спасибо, что вы честно, искренне продолжаете делать свою прекрасную работу. Я считаю, что ваша программа, ну согласитесь, настолько честна и искренняя. А все от кого? Из-за ведущих. Боря, спасибо большое. Боря, спасибо. Боря, спасибо. Это жизнь и судьба. Марата Басмара. Спасибо. Фу, блядь. Фу, блядь. Ёпаный врат. Бой. Продолжение следует...